22 тысячи положительных результатов на коронавирус за 24 часа. Штат Нью-Йорк бьёт рекорды. В городе за сутки почти 6 тысяч заболевших. Мэр Нью-Йорка Билл Деблазио на утренней конференции в очередной раз попросил горожан сделать прививку и надевать защитную маску в общественных местах. «Омикрон – это настоящий вызов. Впереди очень сложные несколько недель. Но хорошая новость заключается в том, что мы хотя бы отдаём себе отчёт в этом. Мы понимаем, что в течение нескольких недель мы увидим очень быстрый рост числа заболевших. Омикрон коснётся огромного количества жителей Нью-Йорка». Но пока власти делают всё возможное, чтобы защитить здоровье населения. Сами жители, испугавшись ещё одной волны коронавируса, решили перестраховаться и сдать повторные тесты. В итоге очереди в городские больницы и медицинские офисы выстраиваются с самого утра. Точно так же, как это было в прошлом году. И желающих провериться намного больше, чем позволяют условия. Вот в этом районе Квинса буквально на расстоянии 50 метров два пункта тестирования. Вот один там, вы видите, какая очередь. И одна палатка находится вот здесь. И тоже народа много, несмотря на то, что сейчас 3.30 дня, то есть это рабочее время. Кстати, люди ещё жалуются, что с прилавков аптек исчезли наборы для домашнего тестирования. И мы решили сами проверить, так ли это. Мы дошли до ближайшей аптеки. Теперь нужно, согласно новым правилам, надеть маску, прежде чем входишь в помещение. И сейчас мы проверим, есть ли здесь тесты, домашние тесты на ковид. Скажите, у вас есть наборы для домашнего тестирования? Нет, всё распродали. А когда они появятся, не знаете? Есть идея? Обещали завтра привезти, но я не уверен. Мы обошли пять аптек, и во всех нам сказали о том, что тесты распроданы. Может быть, новая партия будет завтра. Стоят эти тесты 26 долларов. То есть, если в палатке вам сделают тест бесплатно, то здесь придётся заплатить. Тем не менее, мэр Билл Деблазио обещал, что вот такие наборы для домашнего тестирования будут распространяться через общественные организации и медицинские пункты. Притом совершенно бесплатно. Кроме того, сейчас стало труднее записаться на прививку от коронавируса. И связано это с тем, что 27 декабря в силу вступает указ об обязательной вакцинации для сотрудников частных компаний. Представители департамента здравоохранения предупреждают, вакцины на всех может не хватить. Мэр Нью-Йорка уже обратился за помощью к федеральному правительству, чтобы задействовать закон об оборонном производстве. Это позволит обеспечить необходимый запас наборов для домашнего тестирования и, конечно же, прививок. Сейчас по количеству привитых взрослых Нью-Йорк занимает первое место в стране. Привиты также более трети подростков от 12 до 17 лет. А вот с детьми младшего возраста сложнее. Их родители прививают неохотно. У нас есть все необходимые возможности для борьбы, включая вакцинацию детей, начиная с пяти лет. Мы должны быть уверены, что они в безопасности и могут вернуться в школу после рождественских каникул. С сегодняшнего дня вступил в силу и указ об обязательной вакцинации учителей частных и религиозных школ – католических и ешив. Таких школ в городе 930. В них работает 56 тысяч человек. Теперь они, как и работники государственных школ, обязаны будут сделать хотя бы первую дозу. За невыполнение школам грозят штрафы. Известно, что в городе уже закрылись на карантин 4 школы, и еще 25 могут перейти на онлайн-обучение в ближайшие дни. На этой карте видно, в каких районах города вирус распространяется особенно интенсивно. Хуже всего дела обстоят в Нижнем Манхэттене, Квинсе и Стейтен-Айленде. Городские власти призывают нью-йоркцев уйти на самоизоляцию, если их тест дал положительный результат. Тем, у кого нет такой возможности, город бесплатно дает комнату в отеле, горячее питание и медикаменты. Для этого нужно позвонить в службу 311. Со словами поддержки в адрес жителей Нью-Йорка вместе с нынешним мэром выступил и будущий. Эрик Адамс заверил, что он вместе с Деблазио работает над решением проблемы. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить город всем необходимым для борьбы с пандемией. Я знаю, что многие из вас уже устали. Вы хотите вернуться к нормальной жизни, вы хотите вернуть любимый город. Я тоже этого хочу. Но единственный способ вернуть город – это пойти на решительные действия, чтобы встретить этот кризис лицом к лицу». Встречать нью-йоркцы готовились не кризис, а Рождество и Новый год. Теперь городские праздничные мероприятия отменяют. 10 бродвейских шоу из 32 уже ушли на карантин. В театральных труппах много инфицированных. Рождественское шоу «Рокетс» в радио Сити-Холл отменили, а вопрос о праздновании Нового года на Тайм-Сквер в процессе обсуждения. Но многие ожидают, что и это мероприятие, скорее всего, не состоится. А Билл Деблазио уже отменил традиционный праздничный прием в особняке Грейси. Он должен был стать последним для его администрации.